12 книг в мягком перечете, а остальные должны быть. Вам кто-то помогает печатать? Так что? Кто-то помогает печатать, конечно. Печатать? Печатать я сейчас скажу. Дай-ка 14 петон. Этот вопрос, видите, как в книге-то не видно, что в любую библиотеку украсит. Число поставить? Да, число сегодняшний. Вот, пожалуйста, вопрос вами задан. Отвертите. 17. Посмотрите, какой вопрос. Кто издает книги? Вот, три строчки. Какие президенты компании задействованы? А я их глаза не метал. Книга, попавшая. Посмотрите, пожалуйста. Последние три строчки. Книга попала в руки, и человек сразу с угрозит. Док понимает, что... Какой-то не постаральная роман называется. Так, все взять. И вот книга, о которой я сейчас говорил. Это вот наша беседа с Александром Мериным. Пожалуйста, это 20-й том. Док в буковке, как шла беседа. Дальше. Вот эта книга, 26-й том. Это единственная книга, о которой я говорю. На руки не выдавать, она сразу уходит. Это 300 поэтов России за 300 лет по определенной тематике, что сказали. Вот мне задают вопрос. Вот эти, видите, поэты, вот они, фотографии все. Сколько кто жил? Цифра последняя. Допустим, какое участие приняли поэты в подготовке революции? А какое? Да никто не знает. У меня сразу стихотворение Бунин, что об этом сказал Волошин. И так шесть поэтов. Это мне в университетах, где я преподавал, задавали вопросы. И я эти вопросы сгруппировал вместе. Или, допустим, как поэты повлияли на создание прочной семьи? Я сразу раз оттуда беру. Никитин, Кольцов, шесть поэтов. На каждый вопрос шесть поэтов что ответили? Это из трехсот поэтов за триста лет. Понятно. Ну, я не скрываю, просто без Евгения Крюшенко мне бы эту тему не осилить. Подготовительную работу провел он. У меня очень большие помощники. Вот каждый книг вы откроете. Набор. Я делал верстку, сам делал и фотошопы тоже. Я 30 тысяч часов провел за компьютером за 8 лет. Это вот 26-й том. Открытый мухой. Они каждый своего цвета. Видите, что еще легко по свету даже искать. Это занимает полка метр сорок. Иногда библиотека спрашивает, как назвать этот отдел. Ну, бывает там детский отдел, природа. Вот так. Открытым оком. А видите, как оком вверху стоит, на кавычки показывает. Как бы голову поднимают кверху, что читайте выше. Выше. Не желуди под дубом главное, а кто создал это. Или второе. Это вот здесь вот. В заголовке написано «Во свете Библии». В каждом томе около трех тысяч ссылок на священное писание. Это главный авторитет. Что нам Бог говорит? Выступление, каких патриархов было. На все дается здесь ответ рассмотрения. Отдельно, вот я сказал. Это зелененькую подпадение. Это вот Коран, полностью суры, аяты разобраны. То есть таких материалов вообще нигде нет. Ни в интернете, нигде. Мы слышали, убитый был Данил Сысоев. Тут ответы даются. Вот. К истинному православию. Само название говорит. Вот. Открываем эту книгу. И здесь сразу же, вот предисловие. Посмотрите. Когда это материалы приездили, 150 тысяч экземпляров. 40 лет собирал материал. Кому благодарны? Московская духовная академия, профессора. То есть они имеют доступ к той литературе, которая мне недоступна. И они буквально по строчке помогали. Вот какой бы вопрос не задали. Допустим, у вас старая обрядция здесь, старая вера. 11 лет потом. Это 380 лет. Вот. Показали, допустим, мусульмане, что за 1300 лет о них было сказано. Какие поэты, писатели, государственные деятели. Там все заложено. И на все дается аннотация. Что об этом говорит Господь? Как нам прийти к тому, что мы живем здесь временно? Как движущие силы, чтобы любовь была везде? Я в 17 лет сотрудничею с тюрьмой. Я сам несколько раз сидел. Я политзаключенный. Освобожден только в 87-м году. Тут, вот даже, если показать, даже снимок есть один. Чудом сохранился, что я арестованный иду. Минутку, тут корреспонденты, диссиденты в разных университетах. Я иду эти свитаты забрасывать. Вот. Видите, где я? Вот он иду. Пояс снятый. Ну, это сказать можно. Сидел там, сидел за что. Я покажу вам документ, который вы, может быть, никогда и не видели. Вот. Документ, дающий право на львоты политзаключенным. Прекрессированным. Сегодня можно этим располагать, пожалуйста. Какое? Вот это место суда. А можно еще раз паспорт? Я договор по жертву не располагаю. Паспорт еще. Паспорт? Паспорт можно еще раз? Пожалуйста. Это договор по жертву не оформлен. Поэтому я всегда представляю. Сначала паспорт не засудится. А когда в сайт войдете, там уже ничего не надо говорить. Здесь же в этих книгах 3467 моих стихотворений. В 80 из них положено на музыку. Вот оно показывает. Исполняется. Труднее всего это уже может и не нужно. Но вот это Новый Завет. Полное толкование. На чем основана вся православная вера. Сейчас она во втором издании вышла. Вот это Кутину как раз и послана была. С медведем. Вот эта книга. Тоже второе издание. Это первое. За 2000 лет это первый раз вышло с полным толкованием. И сопровержение всех сектантских толкований. Я миссионер. И в моем доме пришло много баптиристов, адвентиристов. Люди разных верований. И приняли православную веру. И сейчас они батюшками крыльются. Это известно на весь мир. Но это Бог делает. Не я. Это просто, кажется, орудие в его руках. Это невозможно сделать человеку. Это неприступная крепость. У него убеждения свои. И чтобы он принял, надо много молиться об этом. Просить Бога. Мы уезжаем. У нас просьба. Если можно, сфотографироваться на улице с вами. Вы вот распишите здесь. Мы договор по жертву не оформляем. Могу один экземпляр вам отдать? Открою. Хорошо. Отлично. А эту, которую я отдал? Паспорт. А эту вот сейчас я все подписала. Держите. Это вам. Пожалуйста. А тут еще надо было сверху написать. А, сверху написать. Сейчас напишу. Такая библиотека. Да, я забыла. Ваших книгах никто претенции не может иметь. Вы полновластные хозяева. Хорошо. Ну, ну, официальную бухгалтерию. Сейчас давайте тогда я запомню. Это вам, да. Вот эту запомню. Так, еще. Ну, давайте. Верху. Если можно, так почти печатаем его буквы. Выше печатаем. Можно сокращенно или прям полностью печатаем? Ничего может там. У нас в осенье, как оказалось, знакомая, вот эта женщина, ему и ночевали. А выше мы наступим где-то в лесополосах, заседующего города. Это прошли фактически уже около 15 тысяч километров. Вы пешком? Машина. Ну, какие-то машины сказали. Да, прошли. Ну, это такое выражение слово «прошли». Брати, господи. Корабль, допустим, я доработал на корабле, на шторм научился. Корабль не плывет, не говорят, а идет. Но он не идет, это выражение. У нас компас, а там компас. Так, вот уже. Вот, спасибо, спасибо. Все. Так, последнее осталось, фотографируйся. И мы всех просим, выезжая, помолиться. У нас затруднения бывают большие, просто большие. Приезжаем в Владимир, на два часа опоздали. Теперь под городом мы даже торчим отсутки, пока откроют. Это большой город. Церковь тут не без укола, храм. Дороги строят, перекрывают по одном направлении. А там фуры идут, кажется, километры не качают. Стоишь, ждешь, паришься. Здесь они часто бывают. Часто бывают. А то есть теперь та у нас. А, ну тогда близко, конечно. Так, прошу пересчитать по счету. 38 должно быть. Так, ну для меня это все из них. Может быть так, по рядам легче. Все сошлось. Слава Христу. Так, подожди, где у нас этот мешочек-то? Не взяли мы его. Мы показали. Мы распространяем, вот после этого показали как. А вы же оставляли его на одну. А вот-вот. Это мало, вы хотели больше. Вот это вот. Если в библиотеку приходят, то им давали, чтобы привлечь. И люди посещают. Пойдемте там, может быть, у нас еще. Так, подожди-ка. Сергей, приглашение принеси. Приглашение. Приглашение. Кепка. Как рассказывают в каких университетах, воинских частях, в его занятиях, люди удивляются, а какое образование? У меня нет специального образования, я все самостоятельно образовал. У меня техническое, я учился, я прорабом работал, работал на учебнике. Я всем говорил, мы с барьими детей дали, да вот пропало два года, такие два, мы служили четыре года. Я заслуживаю, да и вы еще английский, у меня с кем-то, они разговаривали на каком-то, самостоятельно. Понять, это Бог дает, человек это невозможно, и все политические системы мира изучил. То есть я смотрю в окно и каждый день постараюсь научиться, почему это так, откуда это пришло, кто хозяин, как они этого достигли, почему у нас этого нет. То есть человек должен все время давать пищу умой, прославлять Бога. Это у нас были люди, придумали кирпичи, раствор, мы пришли, уже стекло готово. Господи, как ты обиходил этот мир, в который я пришел, родился, и мне так легко жить. У нас дети знают, кто изобрел мобильный телефон, сейчас спроси, взрослые не знают, а у нас дети, это Мартин Кутков, и мы за Мартином молимся, Господи, какой он хороший. Мы ходим в интернет, сейчас спроси любого интернетщика, он не знает, это Тим Берносли, Тим, это Тимофей, Господи, кто достается Тимофея, он так облегчен. То есть нужно опомнить все, что есть люди, которые, не зная нас, они все подготовили, чтобы был асфальт, ходили, росло, Господи, как ты любишь. Мы должны просто ликовать от счастья, чтобы Бог дал эту жизнь, и мы познали, что есть Христос, который умер за нас, который Царство Небесное дарует. Как нам нужно любить друг друга, помогать друг другу. Храни вас Господь. Спасибо Господь. Спасибо вам. Спасибо. А, вот. Вот если к вам будут приходить люди, которые, вы каждому можете давать о библиотеке вашей. Смотрите, вот такое объявление, чтобы посещали библиотеку, посмотрите. Ставьте мне в телефон. То есть людей привлечь необходимых знаний. Ну так, мы вам отдаем. Приходим, пожалуйста. Так, еще пять? Нет, мне так сказать. Я уже отдала много. До свидания. До свидания. Еще один раз решили. Все? Все. Спасибо. С Богом. Сдавайтесь с Богом. С Богом.